Единые деньги во всех странах Европы Там такие же снега, как у нас? Ну, не всегда и не везде Ну ладно, держите деньги Благодарю вас за покупку Приходите еще И какой паспорт я ей покажу? С крокодилом? Продолжение следует... Здравствуйте Добро пожаловать в наш отель на вершине Вы, наверное, желаете получить номер? Да, желаю А вы, наверное, желаете мой паспорт посмотреть? Вы очень остроумны Конечно, я должна оформить вас и записать паспортные данные Я так и думал Вот, держите документ Благодарю вас Мы рады приветствовать вас в отеле на вершине Гер Леопольд Ваш номер 14 В нашем отеле есть прекрасный ресторан с национальной австрийской кухней Бассейн с водяными аттракционами И современный танц-зал Кроме того, вы можете получить на лыжной базе комплект отличных лыж И, поднявшись на фуникулёре, на склон горы Покататься на горных трассах К вашим услугам опытные инструкторы-горнолыжники Желаем вам приятного отдыха в нашем отеле Вроде бы белка сказала «четырнадцатый номер», а на бирке «пятнадцатый» написано Ну, бывает, ошиблась, наверное Пойдём в пятнадцатый Да вы что это? Вламываетесь в чужой номер, как себе домой А я, может быть, не одета Я-то думала, вы воспитанный А вы? Нет, что вы Я вполне, это... Воспитанный Незаметно что-то Да нет, просто мне в поле сказали, что мой номер четырнадцать А ключ вот дали от пятнадцатого Серьёзно? Да Хотите, пойдём у белки спросим Ладно Уж я вам верю Ошиблись, значит Ах, что поделать Оказывается, не только мы, итальянцы, бываем такими рассеянными Ну ладно, я вас простила Заходите, как-нибудь поболтаем Серьёзно? Послушайте, я тут вот у меня... Что случилось? Да вот, вы мне сказали, что мой номер четырнадцатый А ключ дали от пятнадцатого Ой, простите, пожалуйста Я, наверное, перепутала Я сейчас вам дам запасной Извините меня Да ладно, бывает Я не сержусь Спасибо вам Давайте я заменю ваш ключ Мда... Ещё и приехать не успел А уже приключений сколько Что ж дальше-то будет интересно Спасибо за субтитры... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Очень рекомендую Спасибо, я как-нибудь обязательно попробую А пока можно меню посмотреть А как же? Извольте Господа, Герр Леопольд здесь? Это я, Леопольд А что случилось? У вас в номере кран открыт Вода льется А это не я Я его вообще не открывал Да не в том дело Мы в номер войти не можем, чтобы кран закрыть Почему? Ну это же ваш номер Как же можно без хозяина? Понятно А я уже иду, бегу Давайте скорее Странно Замок открывается А дверь не двигается вообще В чем же дело? Зачем бы он мне? Вроде ведь не пожар А вовсе наоборот Слушайте А почему дверь-то не открывается? Не знаю я почему Наверное, воды уже столько налилось Что она дверь держит Вот как И что же делать теперь? Дверь ломать? Зачем? А как же туда войти? Но ведь Как же я потом буду жить в номере У которого дверь не закрывается? Или мне другой дадут? Не дадут У нас все номера заняты Ой, слушайте Не надо тогда дверь ломать Я сейчас что-нибудь придумаю Думайте скорее А то весь наш отель затопит Здравствуйте Это снова я О, здравствуйте, здравствуйте Что, опять номер перепутается? Да нет Просто в моей комнате Кто-то кран открыл Я открывать пробовал А дверь не поддается Ну и я Синьор Леопольд А у вас случайно Итальянцев в роду не было? Нет Почему вы спрашиваете? Да просто вы так быстро говорите Прям как мы А Так тут дело в том Что отель заливает Вот я и тороплюсь И куда же вы Торопитесь? Хотелось попросить Воспользоваться Вашим балконом Зачем? Что, уже спасательная операция началась? Мы что, тонем? Да нет Просто я думал Откачать воду из моего номера Через ваш балкон Интересно Ну, если уж вам так надо Пожалуйста Продолжение следует... Да нет Не сломался кран-то Точно злоумышленники какие-то Да еще и в сторону его отвернули Чтобы прямо на пол лило Но кто же это мне Все время отпуск испортить пытается, а? Ладно, разберемся на досуге Тут горы такие снежные Буду жить, дорадоваться А, кстати, неплохо бы и на лыжах уже покататься Субтитры сделал DimaTorzok Добры сидят Добро сидят Добро сидят Здравствуйте Гутен так То есть, добрый день Желаете покататься на лыжах? Ага, очень желаю Только я не знаю, какие мне выбрать О, это очень просто какой у вас уровень не знаю я давно свой рост не измерял да нет какой ваш уровень мастерства владения лыжами никакой наверное я вообще-то первый раз в горах ну тогда я вам подберу самый безопасный комплект а когда вы доберетесь до трассы обязательно попросите инструктора показать вам трассу для новичков а вы не подскажете как мне туда добраться конечно на фуникулёре это такая канатная дорога прямо на вершину горы а понятно ну давайте тогда лыжи секунд постойте ка а вы что вот в таком виде собираетесь кататься а чем мой вид плохо рубашка вроде чистая джинсы тоже а тапочки тоже новые а а